Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение вносится рад кандидатуры для назначения на вакантные, прежде всего, должности в среде местного управления. Все кандидаты подверглись очень детальному изучению, были их кандидатуры детально обсуждены на всех уровнях. В администрации президента состоялись собеседования, обстоятельств, препятствующих назначению, не имеются. Стормашок Олег Владимирович представляется на вакантную должность заместителя председателя Могилевского обл. полкома. Бурмистров Игорь Павлович представляется на должность председателя Новополоцкого горосполкома. Каргулов Дмитрий Рафаэльевич представляется на должность председателя Переставицкого горосполкома. Медведскос Сергей Тадошевич представляется на должность председателя Островецкого горосполкома. Журавлев Алексей Анатольевич представляется на должность председателя Грузского горосполкома. Максачев Вячеслав Николаевич представляется на должность председателя Костюковического райисполкома. Васюченко Алексей Анатольевич представляется на должность главы администрации Новобелевского района города Гомеля. И Болтрик Андрей Георгиевич представляется на вакантную должность главы администрации Октябрьского района города Гродно. Доклад закончен. В подавляющем большинстве вам придется участвовать в выработке глобальных стратегических решений нашего государства, чем будет заниматься Всебелорусское народное собрание. Поэтому мы еще серьезно поговорим по отдельным проблемам. Да и весь народ услышит те проблемы, которые сегодня стоят перед нами и которые предстоит в ближайшее время нам решать. Как говорю всем, так и вам, хочу сказать, что вам предстоит управлять немалыми коллективами. У вас в зону ответственности сходят определенные территории. Прошу не забывать, что вы президенты на этих территориях, в городах или районах городов и районных центров. Работа будет непростая, год политический, вы это прекрасно знаете, и многие вопросы придется решать. Но сейчас, это касается и городов, и районных центров, обычных районных центров областного подчинения, посевная компания, сельское хозяйство. Относительно неплохая погода, но уже, наверное, залилась слишком. Это говорит о том, что нам надо готовиться к засушенному лету. Возможно, не хватит в мае-июне, когда нам нужны будут дожди, их не будет. Надо к этому готовиться. Поэтому каждый день, каждый час, каждую минуту нам надо видеть и вовремя все сделать. И горожане должны подключиться и помочь. Нам надо в этом году не просто себя обеспечить на будущий год, но и сделать задел на будущее. Интересные у нас получаются варианты. Игорь идет в Новополоск. Знаю, что ты и сам в этом заинтересован. Для меня очень интересен такой вариант, потому что военные люди в достаточно молодом возрасте заканчивают военную службу. И армейцы, и внутренних войск, и другие. И отсиживаться дома как-то это не для них. Да я убежден, что военные люди справятся и с гражданской работой. Новополоский – непростой регион. Поэтому я очень жду, что вы войдете в курс дела и возьмете под контроль все, что касается функционирования предприятий и людей. Новополоский – я буду только добре слышать о вашей работе. Но обязательно побуду в Новополоский, посмотрю на этот вариант кадрового назначения. В Гомеле у нас также немало проблем. Их надо решать. В Гомельской области надо подключаться к сельскому хозяйству прежде всего. У нас больше всего проблем там. И несмотря на городские заботы у вас, предстоит работать и так. В Могилевской области также вопросов предостаточно. Костюковичи и другие районы Востока Могилевской области, они осуществляют определенный замысел мой по развитию Востока Могилевской области, который также подвергл в свое время Чернобыльской атаке. Желательно, чтобы особенно Костюковичи, чтобы этот был показательным у нас район. В общем, мужики, работы предостаточно. Я не хочу вам сказать, что ее будет не меньше. И ситуация у нас будет не проще. Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но нас сейчас говорят, время выбрало нас. Не мы его выбирали. Поэтому нам надо выдержать, выстоять и сделать все необходимое, чтобы удержать нашу страну.